Будь на дороге внимательнее, хорошо? Просто жесть! Нормально! Тихо! Тормози! 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 Ты где? Оп-воп у меня произошло, оп-воп! Салют, друзья, у микрофона Мистер Кейс. Сегодня в Беллендж Драйв Мультиплеер у меня и у Макса Дипа крайне ответственное задание. Дело в том, что в этой газельке сидят три мерзавца, которые ограбили дом престарелых. Они убивали бедных старушек и бедных дедушек ради того, чтобы заполучить их драгоценности и продукты питания из этого дома престарелых. К счастью, мы их поймали и прямо сейчас их предстоит доставить в зал суда. Причем как можно скорее, потому что общество негодует, что же они натворили и хотят расправы. Им грозит пожизненное заключение всем троим. Но проблем заключается в том, что сейчас на дорогах дикие пробки, а зал суда закрывается через 30 минут и если мы не успеем их довести всех троих придется отправить на свободу. Ну и конечно же, для обеспечения безопасности здесь приготовлен пазик с тремя ОМОНовцами, чтобы эти мерзавцы никуда не сбежали и получили по засугам. Макс, ну я надеюсь, ты понимаешь, что нам нужно ехать быстро. И как ты знаешь, смертная казнь нашей стране отменена. Но сегодня, если на дороге произойдет какой-то несчастный случай, мы с тобой можем стать палачами и собственноручно казним этих мерзавцев. На самом деле, я вот этого и боюсь, потому что ты же понимаешь, что если мы попадем в серьезную аварию, то мы для этих людей станем некими судьями, которые приговорили их к смертной казни. Я вот их судить не хочу. Наша задача их просто доставить до зала суда, пусть с ними там разбираются. Я хочу, чтобы они понесли полное наказание и всю свою оставшуюся жизнь торчали в тюрьме за то преступление, которое они совершили. В таком случае ты будешь ведущей, я буду идти за тобой контролировать. То есть мы с моими ребятами контролируем всю ситуацию, которая происходит впереди. В случае чего они подпрыгивают и решают все вопросы. Ну и ты понимаешь, что мы должны с тобой нестись немножко быстрее потока, чтобы успеть на это жестокое судебное заседание. Я понимаю, потому что зал суда закроется совсем скоро. Ехать нам реально далеко по этой автостраде, учитывая, что здесь пробки. Смотри, сколько машин перед нами и всех их нужно объезжать. Хотя пока что они уступают дорогу. Откуда, блин, выехал передо мной? Так, давай, пожалуйста, аккуратно. Потому что они находятся у тебя. Они находятся у тебя в машине. Следи за задней моей дверью. Если они попытаются ее взломать и открыть, сразу мне говори и пусть твои ребята выскакивают, как ты сказал. Принял. И именно для этого я здесь и нахожусь, чтобы ни в коем случае не было попытки побега. Слушай, ты когда-нибудь представлял вообще, что мы будем перевозить зэков в зал суда на скорости 200 километров в час? Именно столько я сейчас и еду. А что делать? Приходится, когда такие преступники совершают подобные преступления? Я готов сжать газ в пол. Правосудие не ждет, как говорится, аккуратно. Здесь затяжной поворот. Аккуратно его пройди. Ты задел? Задел. Он меня задел. Он меня задел. Отряд ОМОНа. Так, езжай. Ты держишься, нормально все. Да сейчас по твоей вине это было. Он тебя догоняет, смотри. Он опередил тебя. Да он с ума сошел, там подумал, что его подрезали. Еще и к тому же менты сразу по газу дал. Парпуйся, парпуйся. Ты вообще ехать можешь? Мне нужна безопасность. Мне нужно сопровождение. Не могу. Мне нужно колеса поменять, блин. Вот ты сейчас виновник был, понимаешь? Ты просто его задел, и это привело к аварии. Но не смертельность самое главное. Да, там был задержной поворот, но самое главное, зэки сидят. Зэки не пострадали, поэтому меняй свои колеса и давай действуй. Если что там вообще с твоим ОМОНовцем происходит, то увидишь, что они готовы будут продолжать свою доблестную службу. Ну что, колеса поставили, и я тебя прошу, будь на дороге внимательнее, хорошо? Из-за тебя сейчас произошла эта авария. Из-за меня? Ну, возможно, да. Возможно, из-за меня произошла авария, но пока ты менял колеса, нам теперь нужно наверстывать время, потому что зал суда закроется еще раньше. Так что давай газуем в пол, и нам нужно успеть. Ты, пожалуйста, не забывай, что позади тебя, если ты, мало ли, попадешь, кого-то подрежешь, в аварию попадешь, позади тебя едут твои коллеги. А у тебя в автомобиле заключенные, понимаешь? Разница, ты чувствуешь? Слушай, я все прекрасно понимаю, но все они люди. Да, они убили бабушек, да, они их обворовали, но нельзя их считать за животных, с которыми можно обращаться, как угодно. Они понесут свое наказание. Нет, я держусь, 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 нормально. Они понесут свое наказание, но понесут его в зале суда. Да, я не собираюсь их угробить и коллег моих угробить раньше времени, так что не едем и давай не отвлекаться на всякую ерунду. Да, не забывай, у нас есть возможность перестраиваться на встречную полосу. Мы полицейские автомобили. Впереди туннель, здесь кто-то сосредоточится. Хорошо, сосредоточиваюсь. Аккуратненько заезжаем. Давай, заезжаем. В туннеле машина, надо их объехать аккуратненько. Слушай, я вот о чем подумал. Ты, конечно, машина сопровождения и логично, что ты будешь ехать сзади, но возможно, возможно, тебе стоит как раз таки ехать спереди и предупреждать других людей. Иногда буду, иногда, иногда. Хорошо, хорошо, я тогда буду сигналить им. Сигналить, пусть отъезжают. О, вот это правильно, вот так и надо было делать. Смотри, смотри, что происходит. Поддай газку. Отдаем. Смотри, они сейчас тебя будут в сторону отъезжать. Вот так и надо, вот так и надо. У нас должно быть сопровождение, конвой, нормальное полицейское сопровождение. Все-таки важных людей везем, как никак. Главное, чтобы... Ой, аккуратно. Аккуратно, мне уже страшно становится. Слушай, тут 200. 200 километров в час, друзья, это работает. Уйди. Смотри, они отъезжают. Тихо, 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 тихо. Слушай, едем. Ты решил центральную полосу занять, да? Ну, мы их пугаем очень сильно. Ну, а как? Слушай, твоя стратегия действительно работает, потому что они все сбоку сейчас находятся. И действительно, дорога полностью свободная. Я даже не надо никуда поворачивать. Так, держись за мной. Я буду везти. Эй, ты, ты, аккуратно. Аккуратно. Я держусь за тобой, давай. Тихо, 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 тихо. Аккуратно, перестраивайся. Я не могу так за тобой держаться. Я не могу так быстро перестраиваться. Я все-таки как-то сказал, зэки там. Давай за мной. Слушай, ты сильно вперед улизнулся. Что ты его творишь? Не, нормально, нормально. Ты мне сам говорил о том, что вот это мои коллеги. Такое вытворяешь через встречную полосу. Я просто мне показал, что там камень валяется на дороге, понимаешь? Вот и все. Все, дай мне вперед проехать. Это ужас какой-то же ты вытворяешь. Это вообще небезопасно. Давай, давай, хорошо. Я просто пытаюсь... Ну, хотя, с другой стороны... Тихо, тихо, тихо. Ты чего? Я же не освободил правую полосу. Ну, блин, там машины были, не мог направо перестроиться. Вот здесь встречная полоса. Аккуратно. Господи, как небезопасно. Я нормально, нормально, все. Так, все, теперь я по встрече в полосе поеду. Ну, держимся хорошо, согласись? Слушай, да, мы очень быстро так доедем до залу суда, если не произойдет никакой нештатной ситуации. Смотри, что он делает. Аккуратно, аккуратно, пожалуйста. Сумасшедший вообще. Пожалуйста, аккуратно. Что у тебя, блин, за двигатель в твоем фазике? Что за новое технологие в полиции? Я контролирую. Я всю ситуацию контролирую, не переживай. Умею. Просто жесть. Нормально. Тормози, тормози, не нормально. Тормози, ты где? Оп-воп у меня произошло. Оп-воп. Ты что, разложился? Влетел, влетел. Да, влетел. Мои люди погибли. У них оп-воп. Здесь без вариантов. Плюс еще, по-моему, сзади зэк один пропал. Давай подъезжай быстрее на своем фазике сюда. Ладно, зэк нашелся. Зэк на улице просто вывалился из газельки. Других прижало сиденьями. Но, надеюсь, они все живые. Хотя авария была смертельная, по крайней мере, для водителя и для сопровождающего. Их придется заменить. Но, в любом случае, зэки, да, едут до зала сюда. Слушай, но вот в таком случае, как сейчас произошло, они как раз-таки и могут сбежать. Потому что я улетел куда-то вперед. Вот ты понял, почему я позади. Вот именно, ты улетел куда-то вперед. Ты просто решил похасанить, пока, так сказать, свободная минутка у тебя образовалась. И улетел вперед, а авария сзади произошла, ты ее даже не заметил. Ну, теперь ты понял, почему я должен держаться позади. Но у нас времени с тобой все равно очень мало. И у меня есть небольшое предложение для тебя, чтобы ускорить твой автомобиль. Как тебе такое предложение? Мне кажется, ты хочешь тебя подталкивать сзади, да? А почему бы нет? Да, мы сможем с тобой таким образом ускориться. И тогда это поможет быстрее доставить. Если твой пазик подтянет и не разложит мне зэков, а то, мало ли, ты там сейчас заднюю дверь пробьешь. Я не знаю, у нас крепкая эта газелька. То можешь попробовать, конечно. Так, тогда сейчас едем. И напрямую нужно будет совершить состыковку. И тогда мы увеличим скорость. Состыковку. Ты, блин, как космонавт говоришь. Состыковка с МХ, слабо я. Ты там задел. Так, держи скорость. Держи скорость. Держу 220 метров в час. Состыковка. 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 Стыкуйся. Стыкуйся, она впереди машина. Давай, давай, давай. Насколько ты сможешь меня ускудать? Тихо, тихо, тихо. Держи. Состыковка вообще мне не понравилась. Держи, тихо, тихо. Держи, ты что? Ну, я пытался, кстати, я мог улететь вообще на обочину, но в результате ты меня спас немного. Я видел. Я опять задел, блин, жигу и смял эту жигу к чертям. Слава богу, там никто не пострадал, сзади никто не сидел. Но у меня зэков опять расколбасило по всей машине. Их перекрутило, перекаёжило. Что там с твоими амёновцами? Скажи мне, с тобой всё в порядке? У меня автобус абсолютно целый, всё хорошо. Вот я вижу, что не повезло твоим зэком. Вытаскивай меня из кювета, что могу сказать? Мне твоё предложение не очень понравилось. Ты меня отправляешь в занос. Ты должен очень аккуратно стыковаться, прям очень аккуратно. Слушай, ну согласись, скорость в любом случае увеличилась. То есть мы добились чуть-чуть. Я на самом деле не заметил увеличение скорости. Может быть чуть-чуть, пару кетров в час прибавилось, и я сразу отправил кювет. Возьми сейчас максимальную скорость, попробуй. И я постараюсь увеличить её от 200, да, ты сказал? Или сколько? Ну 220, там выжимал. Ну вот давай 200, сейчас я еду. Давай, можешь? Ускоряй, ускоряй меня, меня не тянет, не тянет. Ускоряю. Опа, 240 киндаём. Тихо, держи, вот, 240, хорошо. Я держу, держи, 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 выравнивай меня. Ты сейчас улетел. Конец. Маслайти. Я, слушай, я не знаю, что там с твоим пазиком. Я смотрю, у тебя все погибли, правильно? Ну, на самом деле, возможно, не все. Но моя козелька каким-то чудом уцелела. Я миновал абсолютно все деревья, проехал дальше в поле, но сейчас идеальный момент. То, что все твои обноныцы, поэты, делали мертвы, чтобы эти зэки сейчас сбежали. Они в чистом поле, их даже никто не найдёт. И сейчас, из-за твоего предложения, мы фактически подарили им свободу. Слушай, я удивлён. Занесло тебя, но при этом погиб я. Слушай, Максим, я считаю, да, честно говоря, наше поведение максимально неадекватное. То, что ты пытаешься меня ускорить тем, что впиндюриваешься мне в задницу. Меня в результате заносит, и ничего хорошего из этого не получается. Зэки страдают, твоя машина страдает. Омоновцы погибают, либо зэки погибают, либо зэки сбегают. Короче, давай аккуратно в этот раз и адекватно доедем до ЗАО Суда. Слушай, я с тобой согласен. Просто если бы мы не торопились, то поверь, я бы хоть 50 км сейчас ехал. Но мы торопимся, поэтому я пытаюсь ускорить, что-то придумать, понимаешь, направо здесь. Слушай, ну, действительно, всегда поджимает время. Всегда мы куда-то опаздываем, всегда мы куда-то спешим. Но не мы в этом виноваты. Нам ставят такие условия. Кто ж знал, что ЗАО Суда сегодня работает только вот в определённый час, и зэков нужно немедленно туда доставить. Так, аккуратно, здесь сужение дороги. Аккуратно, пожалуйста. Куда ты чё? Ты это видел? Что это было? Он выехал, он подрезал, он подрезал мою газельку. Этот самый умный на Бэхе. Я видел. Понимаешь, самый умный на Бэхе. Вот, пожалуйста, типичный водитель Бэхе решил просто подрезать газельку. Кто ж знал? Этот водитель, наверное, никогда не знал, что там сидят зэки, которые сейчас выйдут и как следует его отмудохают. Зато у него сидел пассажир на заднем сиденье. Ты посмотри, что он пытается делать. Он уезжает. Он уезжает вместе с моей газелькой. Слушай, мне кажется, это был... Сейчас я перекрою, я перекрываю. Давай, давай, вот здесь как раз-таки ОМОН и должен действовать. Возможно, это их сообщник. И он пытается их спасти. Не уедет никуда. Либо это были предсмертные конвульсии этого человека. Вот я тебе сразу сказал, что здесь идёт сужение дороги. И здесь они, если совершать манёвр резкий, тебе тут деться некуда. Причём отбойники были по сторонам, ты сам видел. Ну, зато дальше у нас дорога более чем свободная. По бокам горы, пустыня. Нет ни отбойников, ничего. Плюс средняя полоса вообще свободная. Непонятно, зачем мы едем по этой полосе, если средняя полоса свободна. Логичная? Встречная, я имею в виду. Да, пользуйся. Ты не забывай, что у тебя патрульный полицейский автомобиль. И ты можешь пользоваться этим. Слушай, водитель у Бэхи был абсолютно по барабану, какая там машина едет. Он в любом случае меня подрезал, подумал, что я резко дам по тормозам. Но когда я буду давать по тормозам, если я доеду 200 км в час, что там с тобой происходит? Нормально, нормально, у меня всё под контролем. Держи управление, ты меня подрезаешь. Я держу контроль дороги. Ты полностью держишь, да? Да, да, да. Ты где, ты где? Я сзади тебя еду. Ты всякую стыню сшибаешь по бокам. Аккуратный поворот. Тихо, 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 тихо. Ты меня задел, ты меня подрезал. Слушай, ты там подбилял, мне кажется, что ты из любой передряги сможешь выйти. Безопасности, цельки лёгким, неповредимым. Хорошо, давай. Всё, хорошо. Аккуратненько только. Аккуратно. Средоточились. До суда остаётся меньше километра. Скоро будет поворот в зал. Что там, да? Нормально, нормально, нормально. Держу, держу. Ты уверен, что ты ОМОНовцев довезёшь? Тихо, тихо, надо чуть-чуть сбавить скорость. Давай выходи, у тебя занос сумасшедший, неконтролируемый. Потеряли время только из-за этой ситуации. С ума сойти. Ты меня ещё называешь, если говоря, неадекватно. Может, скажешь, что я в аварии попадаю. Смотри, что ты устраиваешь хаос на дороге. Сумасшедший, блин, мент. Слушай, вот заметь, я кого-то сшиб сейчас. Никого сегодня только ты сшибаешь. Ладно, да, действительно. Если бы я в такой занос ушёл, я бы там сшиб всех на своём пути. А теперь смотри. Не-не-не-не-не, не буду, не буду, не буду. Не буду выпендриваться. Ты так выпендриваешься. Слушай. Где? Вот ты выпендриваешься с такой степени, что рано или поздно это всё доведёт тебя до горячки. Нет, нормально. Я контролирую и прочищаю дорогу, так сказать. То есть я её осматриваю. Давай, аккуратненько. Они должны передо мной, наверное, они всё-таки не на соседней полосе. Там вообще не на полосе, что между дорог едешь. Слушай, едем хорошо, тем более скорость у нас по 220 км в час. Вот так и едем, держимся. Всё, пошёл. 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 Тихо, аккуратно. Если бы так ехали изначально, то бы аварии не было. Тихо, нормально, нормально. Надо бы изначально, значит, дорогу расчищать. Ну, а здесь это, в принципе, свободная дорога, большая. Аккуратно там отбойник, господи. Вижу, аккуратненько. Слушай, ну что, зал сюда, буквально за поворотом, как я и сказал. Значит, мы в этот раз всё-таки впервые справились с поставленной задачей, правильно? Ещё нет, нужно доехать. Ещё нужно доехать. Ну, поворот направо. Обходи его. Поворот направо, зал сюда справа. Зал сюда справа, поворачивай. Без. Ай! Ай! Ты сказал поздно очень. Действительно. Но скорости были слишком большие. Слишком большие скорости, получается. Самый последний поворот стал смертельным для обоих. Водителя пазика зажало под рулём. ОМОНовцев раскидало по всему этому пазику. Ну, про зэков тут и говорить, в принципе, ничего не надо. Газелька снова перевернулась. Её смяло. Всех зэков смяло вместе с этой газелькой. Смертельная авария. Всё из-за одного поворота, за которым и находился зал суда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова